Итак, философское осмысление человека. Человек – это главное звено в цепи известных живых систем. Это высшее из земных созданий существа. С самого начала философия ставила вопрос, что такое человек. И если обратиться к античным мыслителям, то, к примеру, Сократ на первое место ставит, анализирует качество человека, его добродетели. Мудрость, доблесть. И развивая свои добродетели, человек достигает гармонии души. И тогда эту гармонию души человека не может разрушить даже физическое насилие. Платон говорит, что человек – это двуногое животное без перьев, но которое способно познавать идею. И в этом и есть главное добродетель, способность познавать. Аристотелевский человек говорит, что это разумное животное. И ему, прежде всего, нужно развивать свой ум так, чтобы быть похожим на Бога. Добродетелям можно и нужно научиться. И, то есть, делая вывод, мы замечаем, что древние высоко ставят дух человека, его моральные качества. Что касается возрождения, то где человек понимается как творческая личность, которая способна реализовать себя и в искусстве, и в политике, и в технике? Что касается нового времени, то Эммануил Кант говорит, что познание человеческой сущности – это цель философии. И он говорит, что философия должна отвечать на четыре вопроса. Что я могу знать, что я должен делать, на что я могу надеяться, и что такое человек. Человек – это органическое сочетание природного, психического и общественного. Человеческая сущность до сих пор во многом остаётся загадкой. Человек становится человеком только в обществе, и в то же время он и творец этого общества. Но ведь именно человек и постоянно разрушает общественные связи. И он загадочен, особенно в плане отрицательных качеств и действий. Сократ говорил, что человек всё понимает, но вопреки этому ведёт себя очень неразумно. Он совершает преступления, убийства, злоупотребляет в еде, в алкоголе. И он уничтожает себя, и он уничтожает природу. И в человеке постоянно вот эта борьба между сознанием и бессознательным. Социальное в человеке – это то, что он является субъектом общественных отношений. Вне общества вообще невозможно полноценное формирование человека. Мы можем вспомнить примеры, когда дети попадали в общество животных, и тогда у них уже не было шансов отчеловечества. Они не владели уже прямохождением, не владели речью. Чтобы обходиться без людей, писал Аристотель, нужно быть или богом, или живым. И, конечно, общество – это не просто сумма человеков, и вообще человечество – это не просто сумма наций. И большую роль здесь играет космический аспект, который заключается в том, что мы таковы, потому что такова Вселенная. Эту идею выдвигали еще в Древней Греции, когда человек рассматривался как образ космоса. Наша нервно-психическая жизнь очень зависит от процессов и явлений природы, от солнечной радиации, от геомагнитных полей. Если человека поместить вообще в безмагнитную среду, он погибнет. И необходима его и физиологическая, и психологическая адаптация. Биомасса живого порождает так называемое особое биополе. И отсюда неизбежность взаимодействия с космосом любого живого организма. В свое время Циолковский, Вернадский, Чижевский писали о том, что мы со всех сторон окружены потоками космической энергии. И это не только от Солнца мы получаем эту энергию, вообще от всей Вселенной. Эта Вселенная способствовала тому, что зародилась и эволюционировала жизнь на Земле. Что касается древневосточных культур и их рассмотрения человека, то можно здесь вспомнить, обратиться к Упанишаду. И здесь в первую очередь рассматриваются моральные качества человека и его нравственный путь. Путь того, как можно освободиться от мира страстей, от мира объектов. И важная составляющая Упанишад – это понятие сансара, это концепция круговорота жизни. И с этим понятием сансара тесно связан закон воздаяния или закон кармы. В учении о сансаре человеческая жизнь понимается как определенная форма бесконечной цепи перерождения. Закон кармы предполагает включение индивидов в постоянный этот круговорот рождений. И он предопределяет будущее рождения человека. И это рождение является результатом всех деяний предшествующих жизней. Что касается Древнего Китая, то здесь тоже самобытное учение о человеке. И одна из концепций принадлежит Конфуцию. Его называют чаще Кун Ци или Учитель Кон. И для него можно считать исходной концепцией концепцию неба, которая означает высшую духовную силу, которая определяет вообще развитие мира и развитие человека. Но в центре его философии находится небо, не небо и не природа. В центре находится человек и его земная жизнь, его земное существование. То есть антропоцентрический характер. Конфуций прежде всего обращает внимание на то, что на нравственность человека. Он писал, что наделенный небом определенными этическими качествами человек обязан поступать в согласии с моральным законом Дао и совершенствовать себя в процессе обучения. Целью обучения является достижение уровня идеального человека или благородного мужа, Цюн Ци, концепцию которого как раз таки и Конфуций. Чтобы приблизиться к этому благородному мужу, каждый должен следовать определенным этическим принципам, среди которых Жень, то есть человечность, любовь к людям. И она выражается в идеальных отношениях между людьми как в семье, так и в государстве. И то есть чего желаешь, желая людям того, чего желаешь себе. Этот вот императив мы будем постоянно встречать и в учениях семи мудрецов Древней Греции, и в Библии, и у Канта. Еще один принцип Сяо – сыновья почтительность и уважение к родителям и к старшим. И вот Сяо – это основа вообще всех добродетелей, и это самый эффективный метод управления страной, потому что страна – это большая семья. И вместе с этой концепцией была еще одна концепция, которую получила Дао Сизм, и основателем ее является Лао Цзи. И суть в том, что Дао – это путь, это закон, это принцип мышления, принцип поведения, и человек обязательно должен ему следовать, вот этому принципу Дао. То есть его поведение должно быть согласовано со Вселенной. И при соблюдении вот этого Дао важно такой принципу Вэй, который обозначает принцип неделения, возможно, бездействия, потому что именно действие приводит к несвободе, к несчастью. В философии разных эпох было множество подходов к рассмотрению человека. Это и концепция «человек-телло» и «человек-машина», которая принадлежит Манитрии. Это и концепция Паскаля «человек как мыслящий красник», это и антропологизм Фейербаха, это и марксистское понимание сущности. Ну, очень интересная идея «Света человека» у Фридриха Ницше, которая прошла через всю историю человечества, и она, эта идея, очень прочно укрепляется в сознании. В течение многих веков человечество грезило о проявлении сверхлюдей, появлении сверхлюдей, которые были бы наделены сверхспособностями, то есть те, кто мог бы прийти на помощь в трудную минуту. И вот сверхчеловек изначально – это герои, полубоги в мифологии, у которых есть сверхспособности. В религии они проявлялись как пророки – Иисус, Мухаммед, Будда. И новое звучание вот этой идеи сверхчеловека проявляется у Фридриха Ницше. И Ницше объявляет высшим совершенством Заратустру. Заратустра лишён всяких моральных запретов. И Ницше анализирует человечество и говорит, что люди закрепостили себя установками и предрассудками. И он говорит, что необходимо обрести мораль через обращение к сверхчеловеку. Рассматривая человека как единство противоположностей, Ницше утверждает, что человек – это и тварь, и творец. И вот как раз-таки сверхчеловек должен уничтожить внутри себя тварь и взрастить творца. И по его убеждению, сверхлюдьми могут стать лишь очень немногие, которые выделяются из общей массы. Эволюционисты, футурологи рассматривали сверхчеловека как продукт эволюции. И такая позиция была озвучена Маслоу о том, что человек такой должен появиться в будущем. И Маслоу утверждал, что сверхчеловек – это человек, которого следует ожидать в будущем. И он должен быть развитым физически, и нравственно, и духовно. И им должны управлять высшие мотивы. Это человек, который стремится реализовать свои высшие потребности. Таким образом, сверхчеловек – это одна из нереализованных возможностей личности, которые лежат глубоко внутри каждого из нас. И только сам человек может решить, проявить в себе вот этого сверхчеловека или нет.